Территориальную программу по оказанию бесплатной медицинской помощи на следующий год рассмотрели на заседании регионального правительства. В документе отражены виды, объемы и финансирование медпомощи, которая оказывается жителям региона за счет областного бюджета и средств фонда обязательного медстрахования. В программу на следующий год включено проведение различных диагностических исследований. Так, более 96 тысяч человек, перенесших коронавирус, смогут пройти углубленную диспансеризацию. Напомним, программа для переболевших ковид в Верхней Волжье началась в августе. Ковид, к сожалению, затормозил процессы спонсоризации, а это важно. Это первичное выявление заболеваемости людей и возможность ускоренного лечения, когда еще болезнь не развивается у человека, особенно это касается онкобольных и кардиобольных. В программу включено увеличение объемов проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения. Новое направление в работе – приобретение датчиков измерения уровня глюкозы в крови для детей, страдающих с сахарным диабетом. Кроме того, в высокотехнологичном оборудовании оснастят семь сосудистых центров. Это должно поспособствовать снижению смертности от сердечных заболеваний. Также планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи и второго регионального сосудистого центра на базе Ржевской ЦРБ. Проведение ремонтов в поликлиниках Конаковской, Ржевской, Осташковской и Максатихинских больницах. Это увеличение объемов по службе скорой помощи, приобретение дополнительного транспорта и повышение зарплаты работникам скорой медицинской помощи. Кроме того, это повышение качества услуг и премирование врачей, которые там предусмотрены. Это улучшение качества лекарственного обеспечения и развития сети информации. Еще одним вопросом на рассмотрении правительства стало укрепление кадрового потенциала региона. Для привлечения специалистов в регион действует программа «Земский доктор». А со следующего года выпускникам медицинских вузов, которые заключат договор о трудоустройстве в Тверской области, будут предоставлять единовременную выплату в размере полутора миллионов рублей.